Ну что, народ, доброго всем утром! Мы снова в аэропорту. Наташа стоит, машет. Высадили нас за километр где-то до входа в терминал. Стоим в очередь. Автобус приехал пока один, и все набились. Мы с Наташей сидели, а многие люди стояли. Что вообще, конечно. Ну, хорошо, что уже есть знакомые, друзья, уже нам все машут сюда-сюда в какую стойку. Ну, вот смотрите, вылет, типа как показывается вчерашний, да, вылет у нас в 5 должен быть, а вылет показывается в 19.50, как вчерашний. Интересная ситуация. Я надеюсь, мы вылетим, и все будет нормально. Толпа стоит, толпа ждет. Вот такая ситуация. Ждем своих билетов новых. Ну вот, смотрите, наш рейс показывается в 19.50. Вот в Краков-Валике самый верхний наш рейс. А на самом деле, сказали, в 4.30 уже дали нам. В 4.30 посадка будет, дай бог, что полетим. А где здесь дата? Никто дату не видит. Вот как раз Наташа разговаривает с поляком, тоже он будет видеть начальство сейчас. Вот тачечки, где нужно взять. Тачечки мы уже взяли, но дату и не видишь. Ну, так что дату не видишь? Ага, странно, даты нет. Ну да, где она просто интересна. Понятно. Ну, понятно. Ну, все, идем снова вперед. Народ, привет, и снова мы здесь есть. Ну, Наташа уже что-то нюхает. Вот на этом самом месте вчера в панике я получила смс, что перелет будет завтра в 5 вечера. И вот мы здесь, божатся, что в 4.30 посадка. Но это Визер. Как пошутил парень, да, когда смотрел наши посадочные, сказал, ох, Визер вчера, Визер сегодня, Визер завтра. И посмеялся. Что ты смотришь? Жадор? Да, я смотрю, да, нет, Жадор я не очень люблю. Это я смотрю цену, смотри, тут немного дешевле, тут получается вот этот Дюна, 100 миллилитров, ну, на наши 4 350 гривен. 120 долларов. На майкапе, аж со скидочкой 4 980. Где дешевле? Вот тут, конечно. А, в дютике, хоть что-то дешевле в дютике, народ, смотрите, что-то дешевле в дютике, прикольно. Ну, такое оно... Снова наши сейчас тележечки, подожди, хочу поставить тележку. Ну, такое, знаешь, сирень какая-то сладкая. А мне как хвоя какая-то, сухая сирень. А посмотри за вещами еще, я еще немножко, немножко покажу просто, какие. Мне вот всегда нравятся Гучи эти вот цветные штучки. Стоит 147, 106, 147 долларов. Вот это вот прикольные коробочки, да, ну, умеет Гучи работать с дизайном. Что не говори, это Гучи. Ну, и вот такой, все, дютик уже закончился. Раньше он был там, там сейчас места. Эта штучка, что я показывала, держит аэропорт Абудаби. Наташа смеялась. Ну, дальше уже конфетки, вкусняшки пошли. И Макдональдс. Вот, давайте вниз посмотрим. Помните, вчера, по-моему, мы уже сказали вам, что открыты магазины. А в прошлый раз все было закрыто. Сейчас увеличу. Вот, финички всякие. Есть и выходы в терминал, выходы в туалет и магазины есть. Там дютик видно, но людей мало. Людей мало, все люди тусуют здесь. Ну, слава богу, в Абудаби вообще людей меньше, чем в Дубае. Так что, вот так, друзья. Мои друзья, наши подписчики. Ну, будем вас информировать. Может, что-то покажем еще. Еще какие-то келоски есть. Наташа застряла в дьютике. Общаемся с друзьями, с новыми. Ну, сегодня на этом рейсе как-то много прекрасных, хороших людей. Вам всем привет, если сейчас смотрите. Было приятно с вами лететь. И включимся, наверное, попозже. Ну, смотрите, просто в Круговую прогуливаетесь. Вот, аэропорт Круговой. Вот, вчера я заметила эти коробочки, но не показала вам. Ну, вот, прикольные подарки с финиками, реально. Кстати, цену я не вижу. Наташа, поможешь? А ну, давай глянем. Есть 69 дирхам. Ну, всегда прилично. Дождь, я помню. 49. А у тебя нет здесь? 49 это орешки и шоколадки. А это сколько? Да, что с такой? Я не ту сумму, я пачку. 35, реально, это 10 долларов стоят? Давай еще раз. А, не, угадала, это 30. А ну, подожди, что за разница? Это просто финики, а это финики в шоколаде. Ну, смешно, конечно. А это сколько? Сладость. Рахват лукум 85. Ого. Он говорит, что давай маленькие перейдем. Закусочки. Кстати, вот такое тоже я привозила, вкусно, но вот орехи иногда, если не совсем свежие, подожди, сейчас это показываю, 6,62, то тогда зубком не очень будет. А ну, 71,50, и что это? С фисташками. Это с фисташками. А ну, смотри, даже эти тейцы, они тут какие-то свеженькие, а тут они уже какие-то повидавшие жизнь. Хотя, ну, конечно, не фраги, он скоро бой есть. Вот так подарки, конечно, классные, но деньги стоят прилично. На 11 дирхан, всего-то оно 5 штучек. Вот маленькие такие. Ну, да, если уже 24, но это дорого. 24, это две пачки больших фиников, 21. А шоколадные пачки? Наверное, вкусно бельгийский шоколад с молодыми пачку взяла. Какой бельгийский шоколад? Девять, да, бельгийский шоколад. Девять, ну, вот написано, бельгийский шоколад. Девять, а это? И это девять, это девять. А вот коробочка, ой, красивые виды пустыни. Это же большая, это красивая коробочка. Ну, переверни. Ходи, на китайском написано. Арабские финики с орехами. Ой-ой-ой. Для особо не понять. 240 грамм. Вот киоск такой. А правды раньше. Звучка есть, это терминал 1. Мы же когда вчера пошли, там внизу внизу, внизу, внизу. Там очень это, там дьюти-фритер. Да, мы вчера искали очень сильно. Ну, есть это не весь аэропорт. Красиво. Есть место и место. Ну, вот, в лимитре показали. Да, может, пойдем вниз еще. А пока хочется просто сесть, покушать курашек. Оксаны, попить кофейку. Вот такие планы. Что, друзья мои, а говорят, а говорят. Возвращаться плохая примета. Нифига. Снова мы за этим же кофе вкусным, органическим, за этим же столиком, в этой же кафешке. Плохая примета. Ну, с визером я уже не знаю. Че хорошее, а че плохая примета. Они у нас вожжут наоборот. Вылетим. Это я взяла, там кетчуп лежал. У нас два бутерброда. Вкусные круассаны. Сколько мы с вами уже увидели всего за этот день, там, за эти пару суток. И первый не вылет, и поездка в отель, и отель, и территорию отеля. Господи, сегодня вообще будет? Нет, вчера было и сегодня. Капец. Так что, друзья мои, сейчас мы покушаем круассанчиков, кофейку выпьем, и пойдем гулять на первый этаж. Надеюсь, что погуляем. Только что пришел mail от Визера, у меня аж сердце стало. Но, оказывается, просто про сервис на борту. Идите вы нафиг. Просто довезите нас до Крапова. Спасибо. Поели, дошли до Дютика. Наташа брызгается напоследок. Что значит, что последовательно надо последовательно? Ну, не брызгайся, только много не брызгайся. Мне нравится очень. Такое будет тяжко нам. Сейчас уже пойдем в наш выход, будем там сидеть. Осталось 40 минут. Но лучше уж посидеть, чем что-то пропустить снова. Потому что здесь объявлять не будут. Что-то интересное. Бежать не будут. Почему люди еще в Макдональдсе стоят в очереди? Макдональдс еще не популярно, да? Ну, бывает, не знаю. Кошмар, сколько у них людей. Я в шок. Да, в Макдональдс очень много людей. И плюс то, что дешево. И видите, какие очереди. Ну, действительно дешево. Ну, и просто, что... Ну, как бы дети ребят Макдональдс там, где мы сидели, потому что шаурма была там 8 долларов. И там попить... Ну, когда она получила 6-7 долларов. То есть только шаурма, допущено 15 долларов будет. А все-таки там дешевле. В аэропорту будет, и я у меня шапочка не ждал. Вот так вот, пойдем сейчас. Да, 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 да. Значит, вы так же не говорите. Ну, слушайте. Сегодня, я надеюсь, мы вылетим. Обязательно вылетим. Я уверена. Визеер с нами весело. Ну что, друзья, мы уже в автобусе, в автобусе. Не поверите. Возможно, мы так и вылетим. Сейчас 4-15. Мы надеемся, что к вечеру прибудем с трапом. Мы надеемся, что к вечеру прибудем с трапом. Надеемся, что к вечеру прибудем с трапом. Ваши жгания. И все. В общем, вот такая фигня. Малята. Мне всегда интересно, зачем там середине кабина такая здоровая? Не знаю. Может, кто-то знает? Не знаю. Как спать? Да, очень большая кабина. Ну, может, там и спать, кто-то знает. Может, там шоссе. Мужик стучится. Зачем? Да. А, нет, он туда открывается. Ну, вон, и целая. Целая толпа нашего народа. Он постучался. Визеер, визеер. Он существует. Мы доехали. Главное, чтобы нас это выпустили. А не как в прошлый раз. Даш, помнишь, в прошлый раз? Ну, и вы все помните, да, что нас довезли, довезли, поматросили и обратно повезли. В отель поехали. Ну, а тут сразу в отель. Надеюсь, нас выпустят все-таки. Народ, привет. Долетели мы уже. Из аэропорта буквально 5 минут перешли, и мы уже на вокзале. На пироге. Ну, на пироге. Ждем электричку на вокзал. И постараемся поехать. Сколько сейчас времени? Сейчас 21 с чем там. 21 с 40. Подожди. 21 с 50. А вроде в 22-17 будет. За через 27 минут где-то будет поезд. Так что, будем ждать. Сейчас покажем наши чемоданчики одетые. Видите? Помните, Наташа одевала его в труселятки в Кене? Это уже теперь мои труселятки. А это? Он был новый. О, а это вот новый. Посмотрите. Все. Разок пролететь. Хватит беречь природу. Да. Упаковываем в полиэтилен. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...